Добрый вечер, меня зовут Марта Ардашеля, это прямой эфир на Сове, продолжаем обсуждать самые важные и горячие темы недели. К сожалению, так случилось, что тем очень много в Грузии в последнее время, и главное, это, конечно же, закон об иноагентах и все сценарии, которые разворачиваются вокруг него. Вот буквально сегодня одна из самых безумных, пожалуй, об этом мы и позже, но пока, прежде чем начнем разговаривать с нашим гостем Зазой Библашвили из центра Човчавадзе, я вам напомню, что нужно обязательно поставить лайк, и если вам нравится то, что делает сова, вы можете поддержать нас донатом. Заза, добрый вечер. Добрый вечер. Когда я говорила про безумие, это буквально безумие. То есть сегодня Ираклий Кобахидзе, премьер-министр страны, заявил, что ему позвонил некий еврокомиссар, неназванный, который угрожал ему, и помимо санкций экономических и потери перспективы и так далее, и Грузии, интеграции в ЕС, также упоминал словацкого премьера Фиццу. Мы знаем, что его недавно встреляли в него пять раз, и несмотря на то, что он выжил, была серьезная опасность летального исхода. Вообще, насколько, ну, в соцсетях уже смеются ставить диагнозы грузинскому премьеру, но насколько это вообще вообразимо было, что мы услышим подобное от первого лица? Марта, очень большое спасибо за приглашение. Для меня в первую очередь отмечу, что русский уже давно не является рабочим языком, так что если я там слово забуду или что-нибудь отобразил, пожалуйста, помогите. Да, конечно. Они нас убивают, они нас арестовывают, они нас изгоняют из собственной страны, и здесь наступает просто обычная диктатура путинского стиля. Мы на пороге потери независимости. И мы сегодня с коллегами обсуждали, что под каким еще предлогом Россия не завоевывала Грузию за эти 200 плюс лет. Там было единовежество, было восстание, якобы восстание рабочих грузинских, которые советская Россия поддерживала. Был предлог демократии в 1991-1992 году, был предлог чести, как в 2012 году, а сейчас они нас завоевывают под предлогом собственной независимости и суверенитета. То есть линия грузинской мечты, и мы не только, мы уже весь мир их называют кошмаром, российским, русским кошмаром на самом деле. Их главная линия, что Грузия это суверенная страна, суверенное государство, и мы сами будем решать, с кем дружить и с кем не дружить. Но на самом деле мы видим, что врагом этого режима является запад, коллективный, так называемый, коллективный запад. Еврокомиссия, Евросоюз, Америка, глобальная партия войны и так далее. Это точно то, что говорят, под этими словами может подписаться любой путинский политик. Как там Лавров или его пропагандисты, как Соловей и так далее. Луговое дело, кстати, вчера заявление, это многим показалось очень символичным на фоне как раз той паранойи, которая также обсуждается в грузинских политических кругах. Якобы Иванишвили очень сильно боится за свою жизнь. И тоже были такие шутки, что кто никак Луговой, который, естественно, в Лондоне наливал чаю Литвиненко, кому никак ему делать эти заявления. Это такая конспирация, в которую мы можем углубляться или действительно эти кураторы из Москвы сейчас сидят буквально чуть ли не в канцелярии, а может быть где-нибудь поудобнее и пишут месседжбокс и повестку дня грузинской политики. Я не знаю, где они сидят, но я думаю, что они на самом деле уже здесь, и это видно на деле. Что касается заявления Лугового, я еще раз буду, наверное, неконвенционален. Я думаю, что заявление, что Иванишвили и Якуб боятся за свою жизнь, это приносит ему какую-то легитимность. Потому что бояться – это человечество, то есть бояться такого зла, каким является Путин, это нормально. То есть мы все боимся за свою жизнь, за свои семьи, за свою страну. И делать что-то, потому что ты боишься зла, это не вызывает осуждения. Так что если грузинское правительство делает что-то из-за того, что они боятся за свою жизнь и боятся Путина, то это было бы нормальным. Но в этом смысле, если мы посмотрим на Иванишвили, что он делал с первого дня прихода во власть, он это делает не за боязни. Он делает все методично, степ-бай-степ, так сказать, начиная с того, что он пришел во власть, говоря, что Грузия начала войну. Он пришел во власть, говоря, что Грузия не должна быть предметом рассуждения, противоречия, когда Россия и Европа, или Россия и коллективный Запад сядут за переговоры. Но он был, кстати, достаточно открыт с 2019 года, говорил об этом прямо. Почему грузинский народ? Не то, что грузинский народ, никто на это не обращал внимания. Нас было несколько, которые на этот счет кричали. Потом он пришел во власть, и первое, что он сделал, первое, это был акт амнистии, каким актом он выпустил из тюрем ФСБшников, настоящих агентов. То есть тех людей, которые работали на ФСБ, СВР, ГРУ, я не знаю там. То есть российских офицеров, которые здесь были по деловому заданию против грузинского государства, и они были арестованы предыдущим правительством. И он их отпустил не просто так, чтобы начать все заново с российским руководством, а он их назвал политзаключенными. То есть это декларация того, что это как бы декларация госизмены. Он с этого и начинал. Так что аргумент, что он просто боится Путина, и он что-то делает из-за этого, я просто не принимаю. Я думаю, что он был с самого начала с этим мандатом. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям и слушателям, что он очень часто говорил, то есть Путин, по-моему, говорил, или Дугин, что то, что не сделали российские танки во время войны, сделает грузинский народ. А потом уже Путин напомнил, то есть спросил, как долго у вас выборы. Да, это было в 2012 году. А несколько лет спустя Дугин уже сказал, что если бы мы зашли в Тбилиси нашими танками, у нас не было бы лучше правительства, чем сейчас у нас в лице Иванишвили. Так что это не боязнь, это политика. Они нас оккупировали в 2012 году заново, а сейчас это уже конечный эпизод, в последней серии, так сказать. Есть ли у нас надежда? Да, конечно, надежда есть. Но наши друзья на Западе начали все замечать с большим опозданием, так сказать. Иногда нам говорят, что что-то нужно, то есть грузины сами должны это сделать, нельзя так переносить ответственность на Запад, конечно, это так. Но в этом противостоянии здесь две главные стороны. С той стороны это Россия и режим Иванишвили, с этой стороны это грузинский народ и наши друзья на Западе. Но наши друзья на Западе до сих пор ничего не сделали, кроме заявлений, которые очень благодарны за все это. Несколько минут назад стало известно, что был зарегистрирован такий акт в американском конгрессе, инициировали Джин Шахин и Раш, кажется, если не ошибаюсь. И там как раз говорится о санкциях, и, в общем, какие-то подвижки небольшие, но есть пока. Санкции, конечно, это не сама цель. Санкции это путь для того, чтобы помочь нам, народу Грузии, чтобы мы остались на том векторе, на котором... А что должен делать Запад? Мы слышим заявление на высоком уровне, мы слышим весь Евросоюз, все страны, представители МИД, в том числе приезжали сюда. Вчера выступал глава Госдепа Блинкен. Что должен делать Запад в таком случае? Как действует? За все эти годы Запад говорил, что мы, говорит, нейтральны. Вот есть там правительство, оппозиция, грузинская мечта, и Запад нейтрален. На самом деле там Россия не была нейтральной за все эти годы. Россия делала все для того, чтобы мы пришли до этого. А Запад не вмешивался, на самом деле не вмешивался. Вы помните, например, американский посол, последний посол до этого Келли Дегна, она сначала все сделала, что вынудит, я бы сказал, оппозицию зайти в парламент и легитимировать этот режим. Сразу же после того, как она была назначена. А до этого у Америки не было здесь посла два года. То есть Иванишвили блокировал США и не давал им назначить посла. И Хигаруэй, так сказать, он все это смог сделать, и никаких последствий не было. А сейчас Запад уже понимает, но Запад это, конечно, не такое целое понятие, к сожалению. Но если вот так скажем, да, те люди, которые принимают решения и в Вашингтоне, и в Брюсселе и так далее, понимают, что они на самом деле являются стороной. То есть стороной в большом конфликте. И если они не помогут грузинскому народу, то мы оба, и Грузия, и Запад, который здесь имеет легитимные свои, конечно, интересы, мы оба проиграем. То есть мы потеряли кучу времени, очень много времени, но у нас шанс еще есть. Но времени очень мало. Иванишвили свои планы никогда не... То есть все это было у него публично сказано. Он выступил на митинге 29 апреля. И, конечно, слушать то, что он говорил, было, конечно, жутко, потому что это прямо как из книги Оруэлла. Да, то, что он говорил, но он был очень четок насчет своих планов. Он сказал, что он запретит оппозицию, коллективное национальное движение. Для него коллективное национальное движение — это все оппозиционные партии. И вообще все инакомыслящие, мне кажется. Да, конечно. И он сказал, что он закончит так называемую поляризацию Грузии. То есть от его слов, исходя от него, это значит не то, что он станет человечным и станет говорить что-нибудь, что можно слышать. А то, что он просто очистит поле от всех инакомыслящих. И он даже назвал дату, то есть после выборов это все будет закончено. Я думаю, что после выборов и до инаугурации нового президента США. То есть вот это то время, на которое мы смотрим. Вы говорили про то, что Запад должен наконец-то принять более решительные меры, но при этом санкции — это не единственный выход. Какие, еще раз хочу уточнить у вас, какие мы еще можем ждать действия от Запада? Потому что мы понимаем, что в принципе, исходя из шагов и риторики, которую грузинская мечта сейчас декларирует достаточно открыто и дерзко, я бы сказала, там нет никакого сомнения в том, что они отступят. Я согласен. То есть в этом смысле мы уже опоздали. То есть Запад должен поддержать грузинский народ, вернуться на свой нормальный путь развития. Дело в том, что где-то 80 или 85 процентов грузин хотят евроинтеграцию. А у нас оказывается, что есть правительство, которое этого не хочет и которое говорит о том, что есть какая-то глобальная партия войны, с которым мы воюем, которых они не могут, кстати, назвать. И вот в этой реальности мы остаться не можем. То есть это может держаться только на силе, а силе противостоят силой. И в этом случае я думаю, что вот санкции, просто санкции не работают, потому что вот Куба санкцирована 60 лет, Северная Корея санкцирована, Беларусь санкцирована, Иран, то есть они существуют там, режимы из-за этого не меняются. То есть просто санкции это не будет достаточно, у нас еще есть время, чтобы вернуть народ на свой нормальный путь развития. Скоро этого шанса уже, я думаю, не будет, так что у нас несколько недель. Говоря про Иран, мы вчера наблюдали, как премьер-министр и глава МИД отправились в Тегеран. И вроде бы объяснение этому есть, это государство-сосед Грузии, которое в принципе, с которым мы умеренно дружим, и экономически, и торгово, и существует безвизовый режим. Еще при Саакашвиле он был введен. Но при этом было очень странно наблюдать представителей Грузии в окружении, в том окружении, в котором они там находились. А еще это фото, где самолеты российские, борт и грузинские стояли бок о бок. Вы считаете, что это тоже какая-то часть вот этого пазла? Да, конечно, Попош Вилли сегодня, председатель парламента сегодня сказал, что это часть наших традиций, что мы туда поехали, потому что когда вот какой-то сосед умирает, да-да, он это сказал сегодня, что вот по нашим кавказским традициям, кстати, вот это тоже вот такая кремлевская клише, да, мы обязаны там выразить свое соболезнование соседу. Но в этом случае, конечно, контекст решает все. Когда вот мы стоим спиной к западу, соглашаемся на какое-то стратегическое сотрудничество с Китаем, работаем вот бок о бок с российской пропагандой, и потом появляемся вместе с Хазбалла в Иране, это уже не совпадение, да. Так что, я думаю, ну вернемся с чего начали, это не безумие, это не совпадение, это вот методичная, циничная политика, которую проводит Иванишвили. И он это смог только благодаря тому, что запад, коллективный запад и многие даже в Грузии решали не замечать то, что было очень-очень обвязь. — На плаву. — На плаву, да, очевидно. — Да, очень тяжело, я пытаюсь зацепиться за какие-то обнадеживающие моменты, но нет их в вашей речи. Вы сказали, что у нас несколько недель, и, если честно, я прям признаю, что я с этим согласна тоже, может быть, даже все меньше и меньше этого времени. Как будут дальше развиваться события? Может ли Грузия превратиться в Россию с начала полномасштабного вторжения? Я имею в виду, может ли гражданский сектор грузинский накрыть та же судьба, которая случилась с российскими критиками Путина и так далее? — Вы говорили о том, что там немного за что можно зацепиться, но у меня профессиональная привычка такая, что нужно готовиться к худшему сценарию, чтобы быть готовым, то есть если этого не произойдет, конечно, лучше будет. Но в этом случае у нас ничего конкретного на этот момент нет, то насчет нашего NGO сектора, так сказать, я думаю, что это произойдет так же, как было и в России, но намного быстрее и скорее, то есть все это закончится до выборов. То есть мы же знаем, что в законе, то есть закон входит в силу через два месяца после того, как он будет подписан, там после этого у NGO есть месяц на то, что зарегистрироваться и на агентами, это никто не сделает, и после трех месяцев государство уже начинает репрессии, это где-то сентябрь, то есть до выборов здесь никого не останется. Что можно сделать еще, я не знаю, то есть вернемся, где мы начали, здесь на самом деле очень мало вариантов, то есть Грузинская мечта сказала, что для них просто вот заявление ничего не значит, да, они сказали, что санкции не проблема. Там Грузинская комиссия предоставила справку, то есть решение насчет этого закона, заключение, а вышел там вообще депутат Грузинской мечты, о которой никто не знал до сих пор, да, и сказала, что у Грузинской комиссии просто аргументов нет. — На восемь страниц. — Да, и то есть для Грузинской мечты ничего это не означает, то есть не имеет смысла, что мы скажем, они все равно будут свою пропагандическую войну продолжать в том же стиле и с теми же словами. То, что очень жутко осознать, что если вы смотрели на советскую пропаганду против первой Грузинской республики, она не то, что очень близка к этой пропаганде, которую Грузинская мечта сегодня использует против грузинского народа, она почти идентична. То есть большевики в 20-х годах, они боролись с агентами империализма, которые хотели развязать мировую войну. Сегодня Грузинская мечта борется с глобальной партией войны. Большевики говорили, что вот те три года были кровавыми тремя годами. И вот то правительство, которое на самом деле было одним из самых продвинутых либеральных в тогдашнем мире, что они были убийцами и так далее. То же самое, идентично, то есть то, что говорит Грузинская мечта насчет предыдущего правительства. Михаил Саакашвили. Так что мы опоздали в том смысле, что мы не замечали, с кем и моим делом. Мы всегда думали, до сих пор мы думаем, что это из-за безумия, из-за неграмотности и так далее. Из-за некомпетентности. Да, нет, нет, нет. Я еще раз скажу, большевики были неграмотными, некомпетентными, то есть и неначитанными и так далее, неинтеллигентами. Но это не было их слабостью, это было их силой. То же самое с Грузинской мечтой. То есть то, что они не читали двух книг, это не значит, что они слабые. Это не значит, что мы можем, имеем право смеяться над тем, что они сейчас делают с нашей страной, с тем, что они сейчас делают с нами. Это их сила, это значит, что они просто не имеют того тормоза, который остановил бы их, если бы они не были такими. Ну, если искать хоть какую-то логику в этом во всем, зачем Грузия России, Путину? Да, это прекрасная, помимо того, что это прекрасная страна на юге империи. К тому же это еще и транзитный коридор, это страна, которую, скажем так, принимают на Западе. Банковский сектор открыт, санкции можно обходить, правительство более-менее или совсем этому способствует и может это как-то обелить. И эта страна не под санкциями, сюда можно теперь приносить все свои активы с офшоров совсем беспрепятственно. И это уже законно, совсем скоро будет, наверное, через два месяца тоже. И вдруг такая, такой, окей, возвращаемся, значит, в родную гавань, но при этом мы изолированные и совсем неинтересные России. Они же действительно не только Хачапури и Хингали здесь хотят пробовать. Это же еще и прекрасное место для инвестиций. И, кстати, целая концепция у Кремля, у каких-то околокремлевских научных центров, что это такая Швейцария в условиях санкции во время войны с Украиной. Ну, это будет Швейцария в условиях санкции, но для офшорного капитала, который сейчас в быстром и срочном выйде переносят в Грузию. То, что касается остального, то есть, я думаю, что Путин просто готовится к послевоенному сценарию, и он сейчас этими законами делает какой-то новый железный занавес, цивилизационный железный занавес, который был на протяжении холодной войны. И посмотрим, вот этот же закон, идентичный закон был инициирован в Кыргызстане, в Грузии, в Сербской республике, в Боснии, в Сербии и в оккупированной Абхазии. То есть, это же не... Абхазия не прошел. Да, ну не прошел. Да, это тоже смешно. Это тоже смешно. Ну, они уже оккупированы, то это часть Грузии. Нечего терять, в принципе. Там терять не так много, но я думаю, что это новый железный занавес, который Путин строит для того, чтобы вот послевоенном сценарии вот все эти территории, страны, государства, народы держать уже на своей стороне и торговаться с коллективным Западом уже с новой точки. То есть, нас берут в заложники? Да. Нас оккупируют. И что теряет Запад? Помимо того, что теряет, ну, репутационный ущерб очень сильный, скажем так. Потому что для Путина это же какие-то пацанские разборки. At the end of the day. Он возвращает свой задний твой. Да, я буду циничен здесь, потому что для Запада это репутация, для Запада это какие-то там долгосрочные планы и так далее, видение на демократический регион и так далее. Для нас это жизнь, для нас это семьи, для нас это страна, для нас это единственная жизнь, которую не восстановим. То есть, эти годы мы уже потеряли и мы не знаем, сколько еще потеряем и останемся или вообще живыми. Я не хочу быть слишком драматичен, но зная историю, история повторяется. Иногда точь-в-точь повторяется, просто другими методами, другими персонажами. История повторяется и за последние 30-35 лет. Мы видим, что вот те люди, которые боролись с грузинскими народом 9 апреля 89-го года, сегодня сидят в страдкоме грузинской мечты и теми же методами, теми же слоганами сейчас уже торгуются за насчет. То есть, те люди, которые нас убивали 9 апреля, сейчас спекулируют этой датой и говорят, что мы боролись 9 апреля для того, чтобы сегодня быть суверенными от Запада. А Россию они где-то даже не упоминают. Так что ситуация критическая, конечно, и просто когда говорят, что грузины что-то должны изменить, я, честно говоря, не знаю, что больше мы можем делать. Давайте еще раз посмотрим на демографию протеста. Там не только то, что выходили на улицу 100 или 200 тысяч людей, человек, но демография этого протеста показывает, что там была вся Грузия. Потому что, например, до сих пор одна партия могла вывести на улицу 100 тысяч людей, но это все-таки была более юниформ, то есть люди, которые поддерживали одну партию. Это при самой сильной мобилизации получалось такое. А сейчас без всякой мобилизации, самотеком выходят на улицу 200 тысяч людей всех возрастов, всех политических преференций, всех этнических бэкграунда, крестьяне, мусульмане и так далее. То есть вся Грузия вышла на улицу. Что больше мы еще можем делать? Я не знаю, в демократии это было бы концом любого правительства, но у нас уже демократии нет. Здесь у нас очень скоро будет, я не знаю, я даже не хочу, даже не Олевский, по-моему, он прямо лукашенковский режим. И если все так будет продолжаться, он, ну, например, Иванишвили сможет написать себе, не знаю, 65%, 70% и что тогда? Нам скажут, что вот если он так проводит выборы, давайте заново выйдем на улицу. Хорошо, только там многие уже будут в тюрьмах, многие уже будут вне Грузии, многие уже будут закрыты, то есть медиа, телевидение и так далее. То есть стартовые позиции у нас после выборов будут несравненно хуже, чем у нас стартовые позиции сейчас. А вы возлагаете какие-то надежды, нет, но какие-то шансы на сами выборы? Потому что оппозиция, она как бы худо-бедно, пока очень растеряна, готовится непосредственно к выборам. Но с учетом того, что вы рассказываете, выборы это уже очень второстепенное получается в этом процессе. Это будет наш последний шанс, и я бы сказал, что единственный шанс даже в этом сценарии будет единый список всей оппозиции. Потому что то, что говорят, что там будет две партии, три центра и так далее, это просто никакого смысла не имеет. Как вы себе представляете, закончить с диктатором в том сценарии, когда вторая партия, третья, пятая, это же не Голландия, это же не Германия. То есть эту партию можно и нужно победить на выборах, и единственный шанс этого, если все будут против одного. Я просто расскажу зрителю, что сейчас некоторые партии, это Лелу и Ахали, Ники Гуарами, которые считают и заявляют, по крайней мере, на данном этапе, что они не хотят объединяться с партией Михаила Саакашвили, единым национальным движением. И это вызывает такой большой, скажем так, суматоху среди оппозиции, потому что в принципе осознание того, что нужно объединяться, есть. И даже есть какая-то социология, насколько я знаю, которая подтверждает, что нужно выходить единым фронтом против один на один, скажем так. Мы с вами говорили насчет грузинских партий, политических партий, рейтинг у них очень маленький, да, то есть очень низкий. Но не только у национального движения, у Лелы тоже. Да, у всех партий, у всех оппозиционных очень низкий. То есть люди не доверяют политическим партиям, не доверяют политикам. Кажется ли вам, что эта картина немножко изменилась после протестов? Но что я хочу сказать, если все объединятся, и все, те люди, которые сейчас протестуют, все этого хотят, то есть очень многие, есть очень много, там, opinion surveys и так далее, и они хотят, чтобы оппозиция выходила на единый фронт, да, вышла единым фронтом на эти выборы. И в этом случае является, то есть новая реальность появляется, новая идентичность, политическая идентичность проявляется, которая вот эти негативные эмоции как-то затеряет. То есть уже не национальное движение, не Лелу, не Ахали и так далее. Почему это не очевидно для оппозиции? Новое движение, то есть это все мы, грузинский народ против русского олигарха. Да. Вот так представляется, да, всем. Если там кто-то появится, кто скажет, что вот из-за того, что вот в грузинском народе там подразумевается и, я не знаю, Хазарадзе, и Саакашвили, и из-за этого я буду голосовать за олигарха, русского олигарха, то такой человек, я думаю, что не гражданин. Он и на самом деле не является, то есть если, я не думаю, что такие есть в Грузии вообще-то, да, это только те, которые на прямой кормушке олигарха, и никто такого другого нет в этой стране. Но почему это для оппозиции, это не очевидно, потому что это действительно очевидно, нет? Это очевидно всем, каждому, даже детям, которые приходили все почти два месяца на акции протеста каждый день. Мне было очень симптоматично, что один из спикеров Лелу, я не хочу критиковать, просто вот для дискуссий, он сказал, что эту, говорит, тему, то есть единую платформу мы даже не тестировали в своих этих социологических опросах. То есть, что это значит? Это априори неприемлемо? Я думаю, что это главная тема. И те, кто тестировал, те, кто спрашивал на этот счет, все получали ответ, что да, грузинский электорат хочет единым фронтом выйти против Иванишвили. Так что я думаю, что время еще есть, и если у нас есть какой-то теоретический шанс победить на этих выборах, в скобках выборах, то это лишь в том случае, если все мы выйдем вместе. — Считаете ли вы, что грузинская мечта продолжит торговаться с законом на агентах? Потому что вроде бы уже не могли, в принципе, и вынести его на пленарку, и преодолеть это вето, как и обещали, очень оперативно. Но пока мы видим какие-то непонятные вбросы дискуссий, какой-то разговор телефонный с еврокомиссаром, в общем, много всего, много всякой мишуры пока. — Почему это происходит? — Я не думаю, что они торгуются, я думаю, что они уже закончили торговлю. На этот счет они собираются преодолеть вето во вторник, как я знаю, 28 числа, и этим все закончится. Почему они говорят, что они готовы на дискуссию, на диалог? Они просто хотели легитимировать то, что не является легитимным. То есть, если они приняли бы во внимание, я не знаю, какие-то две-три технические детали на этот закон, они бы сам закон были легитимированы. Они бы сказали, вот поработали мы с Венецианской комиссией, поработали мы с Евросоюзом, и оказывается, что закон все окей, там какие-то технические были вопросы, а в остальном все в порядке. Они этого хотели, но этого они не добились, и сейчас они преодолеют вето 28 числа, и после этого начнется уже каунтдаун три месяца. — И почему в таком случае Иванишвили не переживает за свои активы, за которые переживает Кобахидзе, как он сказал, два миллиарда каких-то затерявшихся фунтов стерлингов, которые есть терять Иванишвили, когда нам совсем нечего терять, как он сказал? — Я не знаю, я не могу залезть в его голову, но давайте так скажем, его ничего, то есть ему все хватает, то есть у вас на счету 7 миллиардов или 5, это только цифра где-то написана, то есть вы это не чувствуете, у вас 20 миллиардов или 25, то же самое, да? — То есть у него все есть, что он хочет, и он все делает, что ему говорит Путин. Два миллиарда, конечно, было бы лучше, чтобы иметь двумя миллиардами больше, но он из-за этого не меняет свой курс, он уже в последней серии, он дошел до этого, и сейчас что-то менять не собирается. И, кстати, он, я думаю, что компенсирует это из других возможностей. — Доходов каких-то фондов. А сегодня тоже очень интересная ситуация сложилась. Прокурор Шотадзе во второй раз покинул свой пост, кажется, что уже навсегда. На два года раньше он вышел, скажем так, в отставку, чем дал грузинской мечте возможность назначить нового на ближайшие 6 лет. Соответственно, понятно, что это влияние. Но кажется ли вам, что это только влияние? Или есть какая-то версия о том, что якобы сейчас Иванишвили защищает тоже своих политиков от хоть как-то причастных к российской агентуре? И якобы Шотадзе был прямым кадром от аэропорта Схаладзе, который санкционирован Соединенными Штатами, и где очень четко написано, что он сотрудничает с российским ФСБ, является российским гражданином. Видите ли вы эту связь? Не знаю, не думаю. Если бы он хотел зачистить грузинскую политику от российских агентов, он начал бы с самого себя и ушел бы в отставку. Или, я не знаю, просто сел бы и присмотрел за семьей. Ну, там важный момент еще, что Радио Свобода вчера писала, что Соединенные Штаты намерены опубликовать какие-то документы, где будут выявлены эти агенты грузинские, сотрудничающие с агентурой российской. Да, но, например, он борется с Западом, но трое из его четверо детей живут на Западе. Так что из-за этого я сказал, ну, присмотри за ними, то есть не дай им стать жертвой этой пропаганды глобальной партии войны. Ну, насчет Шотадзе там был и другой вариант. Сказали, что ему предоставили такие инструкции, что даже Шотадзе отказался их исполнять. То есть такая версия тоже есть. Как благородная. Да, я не знаю, то есть я не хочу спекулировать, потому что этой информации у меня нет. Интересно, да. Ну, я знаю, что вы занимались, и вы часто комментируете этот вопрос, работы российских спецслужб в Грузии. И, судя по тому, что вы рассказываете, они окончательно закрепились сейчас в нашей стране. Помимо Парцхаладзе, большой ли будет список, тот самый список, о котором писала Радио Свобода? И какие еще там компрометирующие подробности по-вашему могут быть? Я не знаю, какой большой ли у Америки список. Если этот список большой, то я бы очень разозлился, потому что, если вы это знали, друзья, почему вы все это довели до этого. Но на самом деле не нужно, чтобы список был бы большим. Иногда в комнате один или два человека, которые могут дать направление диалогу, направление рассуждению и так далее. И на самом деле в конечном счете уже иметь влияние на политику. То есть там не нужно сто агентов или тысячу. Там иногда четыре-пять являются абсолютно достаточными для того, чтобы изменить политику страны. Потому что все остальные просто исполняют задания. Так же было в нацистской Германии, об этом Хан Айрен писала, то есть о банальности зла. А сейчас у нас в Грузии банальность измененной Родины. Все говорят, что как может быть, что единственная страна, которая сейчас на вашей стороне, на стороне грузинского правительства, это оккупант Российской Федерации, а все друзья говорят, что не делайте этого, вы все равно это делаете. Это банальность измены Родины. К сожалению, мы живем, очень часто цитируют Оруэлла, очень часто цитируют дистопические такие новеллы и романы, которые мы читали и рассказывали детям, и мы вот живем в этой реальности. Печально, конечно, очень. И последний, наверное, вопрос. Какой вам кажется Грузия, если все-таки зло победит? Не хотелось бы думать на этот счет, но это будет очень близко к той реальности, которая у нас была сто лет назад. Когда большевики оккупировали Грузию, тогда многие думали, что вот одна социалистическая партия ушла, другая социалистическая партия пришла, но ничего там большого не изменилось. Кого-то перестреляли, кого-то арестовали, но жизнь продолжается. Но потом оказывается, что так не получилось, потом перестреляли всех, у кого было иное мнение, потом оказывается, что у самих грузинских большевиков было иное мнение, их тоже перестреляли, а в 30-х годах было уже слишком поздно. Я думаю, что вот то, что сейчас Иванишвили делает, он хочет, чтобы все активные люди просто покинули Грузию, и здесь остался народ, который будет ему повиноваться. Не подчиняться, а повиноваться во всем. Это вот негативный сценарий. Позитивный сценарий, давайте все-таки закончим на эту ноту. Да, давайте, пожалуйста. Позитивный сценарий, если мы избавимся от этого зла, то есть у нас будет и членство в Евросоюзе, у нас будет и свободная торговля США, и военное сотрудничество США на новом уровне. То есть все о том, мы когда-либо мечтали, у нас будет через 5-6 лет. На фоне того, что происходит, мне уже кажется, что бесконечное ожидание членства в ЕС, я не говоря уже о НАТО, уже кажется, было таким счастьем, которое мы вообще недооценивали. Да, к сожалению. К сожалению, да. В общем, не очень хорошие новости и процессы в нашей стране, но я надеюсь, что все-таки Грузия сможет из этого выкарабкаться. И единственное, что могу вас попросить, следить за Грузией, болеть за нее, оставляйте ваше мнение под этим видео, подписывайтесь на нас, пока мы все еще работаем для вас, и поддержите Саву Данатом. Мы беседовали с Зазой Бибелашвили из центра Чапчавата. Спасибо большое за очень отразделяющую беседу. До встречи. Продолжение следует...